всем привет это опять я в этот раз выбрался на собиралку всяких парских разностей но заодно и захватил удочку буду рыбачить это у меня второй выходной за месяц поэтому буду стараться использовать с пользой и вот сразу только от лагеря отошел он в траве видно ползает ползает притаился думает не вижу сейчас за хвостик потрогаем это рыбка как змейка я почти не получится взять руками она очень склизкая то есть рукой не возьму рыба называется расписной маслюк это если не ошибся их там сортов десятки все не разные поэтому эту змейку я вам могу показать только вот так сейчас мы эту змейку проводим проводим до воды пуш она тут видимо завезла с приливом а как отлив пошел так это скользко заразами не получается ничего все до большой воды доехал вот один краб прижал к себе другого это крабе свадьба хотя многие думают что это один краб другого собирается пожрать а так краб большой к себе прижал маленького так и ползают где-то сейчас тут видел огромную креветку уже уплыла а вот она вон она смотрите гигантская креветка просто здорово ща ну и как всегда он кругом устричные залежи но я пока устриц не собираю это в последнюю очередь пока я стараюсь поискать что-нибудь еще пока только нашел маленького гребешка и трубача больше пока ничего ходил ходил по устричному ковру ну и не зря ходил вот где-то на глубине по локоть нашел вот такой вот домик с мидиями и приволок его сюда на мель чтоб видно было на нем вот такие вот мидии срослись вместе единой кучкой правда их отодрать не просто от этого домика и будет определенное усилие вот такие вот мидии почти с ладонь хороший размер и вот здесь вот видно сейчас покажу здесь плохо видно да вот здесь хорошо видно видите вот эти вот трубочки трубочки знаете как вот есть в реке ручейник ручейник который такой червячок который делает себе домик из камушков а вот это домик из песка то есть вот эта трубочка нас стоит из песка и сделали ее черви которые где-то у тут недалеко и живут и они вместе с устрицами тут вместе с мидиями вместе вот с актинией еще какими-то ракушками создали вот такой вот такой домик теремок сейчас из этого теремка на рву мидий и пойдем дальше сейчас вот интересно все происходит видите вот рыба плавает прямо ног это я просто ногами поднимаю грязь со дна течение грязь уносит и по шлейфу грязи рыба в поисках съестного плывет прямо до самых ног и он там вот сколько глаз хватает шлейфе рыбки стоят а так помимо грязи здесь прям под ногами вот такие вот пучки в этих пучках отрывайся и в этих пучках не хочет отрываться в этих пучках вот такие мидии вполне себе неплохо это пожалуй даже мам маловато будет он что-то вроде крупно а ну тут и морские ежи прицепом и вот устрица прицепом правда мертвая замучаюсь отдирать он все вот черные пятнышки на дне черные пятнышки это мидия вот тот кругом сейчас подо мной ковер из устриц причем ковер настолько плотный что довольно трудно отдельную устричку оторвать но я и не буду пока и вот здесь вот среди устриц плотно засели ежи и же у нас питаются капустой поэтому они состригают с устриц ту капусту которая на них наросла и же и видите вот все все в еже сплошняком еж некрупный такого брать не буду сниму больше мороки чем еды а так он здесь вот в каждом свободном уголке даже мидия притулилась не вот здесь вот устрица вот здесь конкретно сама себя достаточно так надежно защитила от посягательств потому что вот именно она спаялась то есть вот сразу там по 6 по 7 штук их как бы и брать неудобно и чистить неудобно и готовить неудобно поэтому такие такие устрицы скорее всего доживут до старости уже сразу как-то вот прибегли к защитному механизму поэтому они вот здесь вот таким вот прям островком растут а еще здесь в траве постоянно скачут креветки и эти креветки не всегда выскочив из травы в состоянии вернуться назад в воду то есть скачут со страха куда-нибудь так неловко упали вот этот чилим выскочил на свою беду прямо возле меня ведь еще живой и не дерись креветку здесь можно конечно там варить но самая вкусная вот изначально креветка вот опять кстати всплеснул чилим опять самая вкусная креветка это живая креветка поэтому все это делается вот так ам и съели и остатки тоже ам и съели вкусно и полезно прикольная картина это гребешок под водорослями я если бы просто шел мимо и он бы не открылся я бы его и не увидел он распахнулся видите даже под него уже из песка такая ямка была так ну ка живой неживой заторвем травинку сейчас специально гребешка положил рядом с тем местом где он лежал воду чтобы он воде раскрылся и стало видно его глаза вы сейчас видите вот эту вот мантию которая как как шторка работает в его раковине не пуская внутрь лишнюю воду но помимо мантии есть он пытается плыть это это не так важно видите у него такие усики это его чувствительные усы но сейчас речь не об этом речь о его глазах вы не ошиблись глазах видите вот это вот маленькая . возле пальца так-то черных пятен у него на мантии много а глаза это именно черные такие сот близком точки которые расположены вот у края усов вот так вот они одна за одной то есть у этого гребешка ну глаз 30 наверное имеется эти глаза не сказать что прям все прекрасно видят но меня вот он видит и цвета он различает то есть гребешок не такой дурак как кажется поэтому немножечко в копилочку знаний ну час вот глаза более менее видно вот они то есть не вот эти черные точки которые на мантии а черные точки которые вот кольцом как бы вдоль усов вот это есть глаза и участок пока гребешка вам показывал боковым зрением скользнул креветка прыгает а тут трепанк лежит так-то обычно этого глупца уже все тут подбирают но я вот он люди он там люди моя забрался что-то сильно далеко сюда уже многие просто ленятся ходить поэтому видимо этого гаврика еще и не забрали вот он морской огурец вот эти вот штуки он сейчас сделал твердыми но он же в состоянии в случае чего их сделать и мягкими вот сейчас он такой надутый прям весь вот у него на бред на брюхе присоски присосался к раковине а так вот через когда он чувствует опасность допустим если я его сейчас положу ведро он через задний проход из себя выплюнет все кишки не знаю зачем он делает зараза но кишки с него выскочат довольно резво он наверное умеет отращивать новые возможно логика такая что вот я сейчас выплюну кишки мой враг займется кишками будет их есть а я пока у ползу без кишков и отращу себе новые ладно братан давай не надо плеваться кишками здесь все свои вот сейчас если бы этот дружок издалека громко были не булькнул я бы его даже и не услышал и не увидел но ведь он замаскирован просто великолепно но он периодически сейчас он раскрыт он периодически схлопывается делает громкий бульк его издалека слышно не захотел булькать для нас вполне себе гребешочек рядом я вот успел заметить еще одного да вот он тоже тут вполне себе выкопал ямку притаился тоже себе булькает и вот так вот стоишь и слушаешь где же булькнет где услышишь туда и идешь не знаю видели ли вы когда-нибудь такое как перемещается ракушка но я вот такое вижу второй раз в жизни она вот своим языком ну конечно меня в комментариях все будут поправлять что это нога знаете я как с детства привык называть языком так я и называю языком и она вот благодаря своему языку отталкивается и перемещается прикольно прикольно просто наблюдать и участвуют сзади меня кто-то опять пшикает а я отвлекся на ракушку и даже не могу посмотреть кто пшикает я услышал его бульк издалека с чего подумал гребешок но это не гребешок это рыба рыба хорошо рядом булькнула эта рыба называется стихий григорьева зашел сюда на нерест тупой меланхоличный незлобивый стильки прям такие маленькие маленькие глазки и здоровенная зубастая пасть знаете вот он настолько тупой что мне его просто напросто жалко я его брать не буду я сейчас постараюсь как-нибудь ловко отнести отнести куда-нибудь до воды единственное как бы его тоже брать не очень потому что у него плавник по верху острый ну с шипами с колючками и рот тоже зубастый за рот тоже не возьмешь сейчас что-нибудь придумал он там кто-то булькает так прекрасно вот прям вот здесь вот бульков ну вот пошел на бульк нашел гребешка почему видите вот в траве следы это я тут по нему получается прошел прошел шел на бульк но его не заметил но это не мудрено такой ковер воды запросто можно не заметить гребешка попалась еще совсем маленьких несколько гребеш очков их я обратно в воду кину ну точнее нашел в траве на мелководье чуть на более глубокое место выкинул пусть размножаются вот я наконец-то и дома это часть моего улова вот здесь вот гребешки вот этот обычный гребешок это гребешок свифта и вот собственно сами мидии мидии я сейчас буду готовить ну я сам этот рецепт называю мидии поплебейский ну то есть максимально такой простой доступный всем рецепт сначала опящая вода можно видеть в кастрюле на дне воды совсем немного поэтому мидии все-таки будут готовиться на пару сейчас засыпать и все и когда закипит проварить три минуты а потом я вам все покажу как можете видеть мидии уже сварено и уже большей частью почищены вот у меня только две остались недочищенные так вот продемонстрировать саму мидию просто пальцами оторвать если вот эта штука оторвалась то и хорошо а если не оторвалась то и бог с ним потом дальше вот эти вот волосы которые из нее растут их можно просто вырвать а можно отрезать ножницами я предпочитаю ножницы все вот она такая вот оранжевенькая ну опять-таки же неплохого размера вот так вот вот она здесь кончается видно ножницами чик все вот такая вот балда складываю я их специально в решето чтобы сейчас слегка промыть ой течет уже с них чтобы их слегка промыть потому что часть из них в легком таком налете из мелкого песочка совсем чуть-чуть но все равно неприятно ну что же все компоненты мидии по-плебейски собраны воедино это сыр сыр не знаю какой какой-то просто мягкий сыр типа моцареллы сверху сыр как вы видите сбрызнут майонезом это с ростова на дону острый перчик александр привет тебе если слышишь это это чеснок это зеленый лук поэтому это нужно бодренько так смешать перед этим присыпать мидии черным перцем не жалейте нужно прям чтобы было гиги черный перец это и вкус это и аромат перемешать всю вот эту жижу сделать ее действительно такой жижей можете особо не усердствовать особая тут равномерность ни к чему потому что в духовке все все равно расплавится и все все равно растечется и все будет у вас хорошо и теперь такими вот блямбочками на мидии все это выкладываем повторюсь не стоит сильно заботиться о красоте как все это тут будет лежать потому что в конце концов все все равно тут довольно ловко растечется в духовке все это не стоит прям готовить в духовку над все это загонять на режиме гриль и в режиме гриль держать пока сыр не расплавится как следует в таком плане они уже как бы готовы потому что сами мидии как вы помните все таки сварены сначала соли добавлять не нужно потому что мидии варились соленой воде и они сами уже такие солененькие а ну да совсем забыл вот гребешочек гребешок сырой у нас его собственно в основном сырым-то и лопают так вот поваляли четвертушку безумный бешеный вкус ванна он еще пригодится поехали делать мидии мидии готовы пора пробовать отмечу сразу тот кто скажет что вот почему не зажарил сыр до какой-то золотистости ребят это свежие мидии если свежие мидии вот так вот зажаривать до золотистости просто посмотрите сюда видите там уже жидкость как эту вот мидию слегка не отваривай в ней всегда много собственного бульона остается если я еще суп начну в режиме гриль зажаривать она будет постоянно из себя эту жидкость выдавливать все сильнее сильнее и под конец мне просто придется чтоб не получить суп на выходе жидкость придется вообще выпаривать и тогда эти мидии будут здесь запекаться минут сорок пятьдесят и станут просто сапогом резиновым поэтому минут десять они у меня провели в духовочке пустили вкусную жижу сами стали еще немножечко вкуснее чем были и вот так вот на греночке вкус огонь просто сыр конечно решает сыр это круто он добавил мидии прям сразу 100 очков ладно всем пока всем до свидания